Всем здравствуйте! Это вторая лекция на МФТ-шном курсе C++ и в прошлый раз мы закончили на том, что мы изобрели обобщенное программирование. В прошлый раз я допустил несколько ошибок, которые были своевременно замечены. В частности, действительно была грубая ошибка. Мы не можем взять и присвоить конс чар-указатель строку чар-указателя. Это было отмечено в том числе в комментах, и это вошло в ирата к первому видео. И еще одна ошибка тоже была отмечена в ирата к первому видео, то что мы, когда мы реалочим вниз, у нас на самом деле по стандарту есть гарантии по непрерывности, что никуда нам не снесет память. Тем менее, я при просмотре видео, которое получилось после первой лекции, заметил не только эти две ошибки, я заметил еще четыре. И они не вошли в ирату, я предлагаю вам найти их самостоятельно. Итак, поскольку мы изобрели обобщенное программирование, сегодня мы поговорим о строительных блоках обобщенного программирования. Потому что каждый раз, когда мы говорим об обобщенном программировании, мы говорим в том или ином виде об STL. STL это такое олдскульное название стандартной библиотеки C++, и мы говорим в основном о функциях. То есть алгоритм стандартной библиотеки это в общем функция. И в общем функции, а конкретно шаблоны функций, это такие строительные блоки обобщенного программирования. Я верю, что вы все знаете, что такое шаблоны функций. Тем не менее, сегодня мы погрузимся в них чуть глубже, чем обычно. А Алекс Степанов, поднимите руку, кто читал Алекса Степанова. Алекса Степанов это разработчик стандартной библиотеки C++, когда она еще была STL. То есть это разработчик STL, автор самой концепции алгоритмов и итераторов. Это его идея. И он написал две книжки. Одна называется «Начало программирования», и она у меня будет в списке литературы. И эта книжка, она немножко математизирована. Там Алекс Степанов в ранних 2000-х годах предсказывает концепты, и эта книжка, она такая прям очень интересная. И вторая книжка, тоже очень интересная, называется «От математики к обобщенному программированию». От математики к обобщенному программированию это по сути научпоп. То есть если начало программирования это серьезная монография, то от математики к обобщенному программированию это вот можно по ней учить первокурсников. Там много рассказывается о личностях ученых, там все. Если вы начнете читать «Начало программирования» и застопоритесь, я рекомендую прочитать хотя бы «От математики к обобщенному программирование очень хорошо идет и алекса степанова есть прекрасная цитата которую я не устаю повторять первый шаг это выбрать алгоритм второй шаг это понять для чего этот алгоритм работает для чего он работает в терминах типов и давайте мы начнем с первого выберем правильный алгоритм у нас есть он сайт число x нам нужно возвести его в он сайт степень n кто быстро скажет как мы это будем делать я предлагаю n раз умножить его на самого себя в цикле так себе идея а как никита отвечает разлагать n по степени двойки до разлагать n по степени выйти с началом или с конца да есть 22 алгоритма оба имеют логарифмическую сложность оба одинаково хороши давайте и так get алгоритм right у меня видел курсор на экране да отлично второе займемся вторым пунктом прежде чем мы займемся вторым пунктом давайте посмотрим на этот слайд и определимся где мы здесь видим типы здесь 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 похоже больше мы типов не видим у нас четыре раза упоминается слово он сайт и первый самый наивный способ обобщить эту функцию это наивные и обобщить заменить каждый раз когда мы видим он сайт на т за исключением вот этого он сайт потому что ну понятно что странно было бы заменять степень на т до степень это совершенно очевидно что-то вроде он сайт по крайней мере для этого алгоритма будет ли это алгоритм работать для степени минус 1 нет не будет даже если разложить по степеням двойки там получится что-то очень странно поэтому здесь вот этот он сайт мы не можем обобщить чтобы обобщить вот поэтому он сайт нам придется брать другой алгоритм однако по т мы можем обобщить и мы обобщили к сожалению у нас сразу возникают проблемы что происходит возникает проблемы со слайдами а первое так кто видит первую проблему да я пролистал я пролистал но теме кто запомнил первую проблему да если ты эта матрица то ты ок равно 1 не будет работать и x меньше 2 не будет работать если ты это лист если ты это вектор подумайте а т то есть вот когда мы глядим на такой алгоритм мы интуитивно думаем что ты это что-то вроде int но ты это т на ты здесь нет никаких ограничений подумайте как будет работать этот алгоритм если ты это студ вектор не будет работать а что длинта будет конечно степени а а это 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 очень хорошее наблюдение спасибо а он не будет работать потому что алгоритм такой что для отрицательных чисел он возвращает его самого хорошо тогда мы скажем что эта функция возводит в степень n положительные в некотором смысле числа да но да у нас главные проблемы это вот это и вот это там был какой-то вопрос что нас 0 в степени 0 опять таки 0 вернет поскольку меньше 2 а да но всегда ли единица да давайте посмотрим а теперь попробуем обобщить его как-то по-другому попробуем как-то переписать как мы можем обобщить его корректно давайте сначала попробуем уйти от x меньше 2 давайте попробуем уйти от x меньше 2 и скажем у нас есть некая функция айди которую мы написали для интересующих нас типов t которая возвращает до некоторой степени единицу этого типа единичную матрицу например если эта матрица и если у нас x это айди или n равен единице только тогда мы выплевываем x и тогда он начинает работать для минус единицы тогда он начинает наверное правильно возводить в ноль потому что смотрите если и на nb n равно нулю то мы этот вайл вообще проскакиваем и мы сразу возвращаем айди то есть что угодно возведенная в ноль будет айди этого типа да да вот соответственно если мы возводим 0 в 0 то у нас до казалось бы нам еще нам еще здесь нужно предусмотреть какие-то ошибки к сожалению у нас есть требования что у нас есть где-то функция айди от t и она правильно работает это сложное требование часто ли вы видели функцию айди от int а если у нас еще варианты как обобщить этот алгоритм что еще раз делать что еще раз делать какой айди добавить айди а у меня здесь есть немножко немножко другой вариант без задания айди мы просто говорим что у нас дуэнс пауэр это чистая часть алгоритма мы проверили все условия прежде чем его вызывать и в эту чистую часть алгоритма мы передали аккумулятор который конечно равен айди сначала и мы передали сам x это чистая часть это обобщенный алгоритм который предъявляет минимум требований и отрабатывает но когда мы пишем его вызов для конкретного типа мы пишем грязную часть вот например для типа on site где мы все проверяем и вызываем дуэнс пауэр это все еще не совершенно но это приемлемо мы вычленили из этого алгоритма ту часть которая собственно алгоритм и вычленили вызывалку которая проверяет краевые условия потому что проверять краевые условия внутри самом алгоритме не слишком приемлемо и заодно мы сделали еще одну вещь мы впервые за этот курс вызвали шаблонную функцию мы вызвали шаблонную функцию дуэнс пауэр передали что эта функция для on site и передали туда x 1 у и n как это будет работать дело в том что я сказал шаблонная функция но ничего подобного это шаблон функции это не функция дуэнс пауэр это просто некий некая заготовка по которой компилятор умеет делать функции давайте посмотрим как компилятор сделает по ней функцию курсивом и коричневым шрифтом выделено то что как бы делает компилятор он вставляет сюда объявлений этой функции вызывает ее и сюда он вставляет как бы определение этой функции в котором все типы т подставлены в нужный нам тип on site это псевдокод это не си пласт пласт я просто показываю как компилятор думает здесь может заинтересовать одна деталь я нарисовал что он вставляет тело функции после а до вставляет тока и объявления это на самом деле правильно а и нам предстоит пройти долгий путь прежде чем мы ответим на вопрос как именно компилятор делает инстанцирование и почему это правильно пока просто обратим внимание что функция всегда инстанцируется после точки инстанцировать хорошо а что если мы хотим еще немножко обобщенности но здесь немножко синтетический пример я понимаю мы хотим еще немножко обобщенности мы написали некую функцию square и здесь из шаблона функции дуэнс power вызываем шаблон функции square у нас получается зависимое инстанцирование то есть мы вызываем дуэнс пауэр у нас инстанцируется дуэнс пауэр процесс порождение шаблон процесс порождение функции из шаблона функции называется инстанцирование от английского слова instance экземпляр русский перевод экземплифицирование всегда казался мне ужасающим поэтому я буду пользоваться английским словом а соответственно и здесь компилятор видит что у него есть зависимый шаблон square который теперь он знает от чего и он инстанцирует зависимый шаблон в итоге у нас в объектном файле получается что-то вроде вот такого кода у нас в объектном файле получается сохраненная функция do and power и сохраненная функция square тоже в объектном же файл то есть у нас если шаблон инстанцирован то есть каждый его экземпляр сохраняется рядышком если функцию инстанцировать 20 раз у нас рядышком сохранится 20 конкретных экземпляров этой функции сколько инстанцирование прошло столько экземпляров сохранилось Шаблоны функций — это очень классно. Мы привыкли думать о C++ как о языке C, в который добавили объектно-ориентированное программирование. И изначально C++ так и делался. C++ — это сначала был C, в который добавили OP. Потом придумали шаблоны. И, казалось бы, шаблоны функций — это прекрасная идея для добавления в язык C. Просто взять шаблоны функций, добавить их в язык C, и получить нечто гораздо лучше, чем современный C. Кто догадается? Может быть, кто-то знает? Поднимите руки. Кто знает? В чем проблема? Почему в C нельзя добавить шаблоны функций? Давай, Антон, почему? Правильный ответ. Потому что в C нету манглирования. В C есть манглирование. Например, конвенция STD call вызывает манглирование подчеркиванием перед функцией. А в C есть манглирование, но ответ тем не менее правильный. Потому что C дает гораздо более строгие гарантии по именам. В C есть манглирование, но оно не такое. Если вы посмотрите на то, как именно ваша конкретная шаблонная функция легла в конкретный объектный файл, вы увидите примерно вот такой ужас. Причем этот ужас будет еще и специфичным для вашей версии компилятора. Почему вы его увидите? Потому что под всем этим шаблонным великолепием у нас дышит старый добрый ассемблер, в котором функция это просто метка. Глобализованная метка. И, конечно, каждая глобализованная метка, получившаяся после инстанцирования конкретного шаблона, должна называться по-разному. Мы должны гарантировать уникальность имен по всем возможным инстанцированиям шаблона. Для C++ доступны те гарантии, которые дает C. Вы можете написать на C++ программу, в которой, скомпилировав ее в объектный файл, вы увидите C-шные идентификаторы, неизмененные, без манглирования. Это называется extern-C. И, разумеется, если вы попытаетесь с механизмом extern-C написать шаблон, то вы увидите, что шаблоны с механизмом extern-C недоступны. То есть шаблоны не могут быть выданы наружу, как C-AP. Для C-AP вы должны писать конкретные функции. Обобщенный код – это то, что всегда остается внутри программы на C++. Тем не менее, экземпляр шаблонной функции – это просто функция. И таким образом, до некоторой степени, она может быть предварительно объявлена. Я тут беру «предварительно объявлено в кавычки», потому что все понимают, что это не предварительное объявление функции. Это предварительное объявление шаблона. Сейчас мы поговорим об объявлениях и определениях, но тем не менее это абсолютно законно. У нас есть функция, у нас здесь есть шаблон, и мы говорим, где-то там ниже будет тело этого шаблона, и ты будешь знать, как его инстанцировать. Потом. Ты все равно хочешь инстанцировать функцию «потом». Ну вот, потом и узнаешь. К сожалению, здесь возникает небольшая проблема в многомодульных программах. Давайте я покажу вам проблему. У нас есть две программы. Одна называется «модуль 1СЦ». И представьте, что вот это пришло из хедера. И в модуле 1СЦ мы написали тело шаблона и функцию «main». Все видят, да? Давайте я сделаю чуть побольше шрифт. Чуть побольше шрифт. Почему я не сделал это в одолекции? Нет, 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 нет. Да, отлично. Вот оно, просто плюс. В каждой избушке разные погремушки. Значит, и мы говорим, что у нас есть вот здесь шаблон, пришедший из хедера. Вот здесь у нас есть тело шаблона. И у нас все хорошо в этом модуле. Но при этом у нас есть модуль 2, в котором нет тела шаблона. Потому что мы будем его линковать с модулем 1. Тело шаблона уже есть в модуле 1, правильно? Зачем? Мы их линкуем. И мы получаем undefined reference to do and spower at int. Я в своем псевдокоде ее написал как вот именно так, потому что она именно так выдается в ошибках компилятора. У нас не было видимого тела шаблона. Компилятор не инстанцировал шаблонную функцию. Мы ему пообещали, что ты ее где-нибудь инстанцируешь, но не дали ему нигде ее инстанцировать. А еще хуже, если мы напишем там другое тело шаблона. Тогда компилятор пойдет к видимому телу шаблона и инстанцирует другую функцию. Поэтому определение шаблонных функций очень часто выносят в хедер. То есть если вы посмотрите на хедера стандартной библиотеки, вы увидите, что определение тела всех алгоритмов всегда в хедерах. Давайте немножко вспомним, что такое ОДР. Артем, для начала, как расшифровывается ОДР? Правило одного определения. Спасибо. Правило одного определения гласит, как несложно догадаться уже из названия, что каждая функция должна быть определена один раз. Давайте проговорим это языком, потому что вдруг у кого-то есть проблема. Итак, это определение, это объявление. Я прав или нет? На этом этапе я прав или не прав? Вот это определение, а вот это объявление. Нет, я не прав. Почему? Правильно, потому что наоборот. Как мы отличаем объявление от определений? Лексикографически. Смотрите, в словаре слово объявление стоит раньше, чем слово определение. Поэтому объявление должно встретиться раньше, чем определение. Точно так же declaration всегда стоит раньше, чем definition. Поэтому это объявление, declarations, а это определение, definitions. У меня в институте была учительница химии, она нас научила мнемоническому правилу анод окисления. Типа на аноде происходит окисление. Я с тех пор очень люблю мнемонические правила, это одно из моих любимых, я его сам придумал. Типа объявление раньше по словарю, значит объявление раньше и в жизни. И действительно всегда так работает. Хорошо, тогда я говорю, это объявление, это определение, я прав или нет? Полностью ли я прав? До конца ли я прав? Нет ли чего-то, чего я упустил, когда я так говорю? Дима? Да, то, что все эти определения, это тоже объявление. Очень сложно написать определение, которое не было бы объявлением. Задача со звездочкой. Таким образом, это определение, а это и объявление, и определение. Они являются, это объявление, это и объявление, и определение. Они являются и тем, и другим. И это объявление класса, это определение класса, это объявление функции, это определение функции, это объявление переменной. Обратите внимание, обязательно экстрен, здесь экстрен опционален, здесь экстрен обязателен. Это определение переменной. Это объявление шаблона, это определение шаблона. А если мы посмотрим для начала на переменные и функции, вот на эти две строчки, что можно сказать, чем отличается объявление от определения? Объявление просто вводит имя. Мы просто говорим, где-то есть х. Оно вводит имя и связывает имя с типом. Определение делает нечто большее. Что делает определение? И этого инициализатора могло бы не быть, это все равно было бы определение. В случае переменной показывает точку, где будет выделена память на эту переменную. Память на переменную выделяется один раз, иначе это не одна и та же переменная. Поэтому определение одно. Тело функции один раз на все имена, иначе это не та же функция. Поэтому определение одно. хорошо а как-то работает с шаблонами если у нас есть шаблон в хедере определение шаблона в хедере и это определение просачивается в один модуль и она просачивается в другой модуль это что нарушение одер то есть шаблонами мы как нарушили одер да да нет мы не нарушили в одер есть одно очень коварное слово это слово вам какой вопрос у вас сразу должен возникать когда вы слышите одно определение да скауп в каком скаупе одно одно во вселенной одно во всех потоках одно в единице трансляции это же очень разные так вот вот это вам для перечисленных здесь примеров значит разное для всего этого вам для вот этого всего для переменных и для функций one означает один раз на всю программу это означает вам для шаблонов и для классов one definition означает one per translation unit один раз на каждую единицу трансляции поднимите руку кто вот сейчас полностью потерялся и вообще не понимает о чем я сейчас говорю хорошо таких нет а есть альберт что вам конкретно непонятно единица трансляции что такое давайте антон отвечает что такое единица трансляции мы на интуитивном уровне вячеслав то что компилятор проходит за один проход как бы до или на интуитивном уровне а в языке си единица трансляции это модуль а вот сишный сишный модуль со всеми инклудами совсем от начала до конца файла в языке фартран в одном модуле может быть несколько единиц трансляции этим фартран прекрасен а таким образом когда мы говорим единицы трансляции все пласт пласт мы чаще всего говорим о модуле так вот на один раз на один модуль у нас может встретиться определение каждого шаблона или каждого класса и поэтому тела классов и тела шаблонов можно спокойно выносить в хедера а вот тело функции в хедра выносить нельзя потому что если вы вынесли тело функции в хедер то эта функция просачивается в два модуля и вас нарушается odr вас начинается проблемы за каким исключением если она заинлайнилась и вам повезло или есть еще одно исключение если она static если вы говорите что ее область видимости заканчивается в каждом модуле то она может быть хедере и поэтому static онлайн функции в хедерах это классика вот шаблоны вы можете считать что шаблонными функциями компилятор с шаблонами функций компилятор работает примерно как со static онлайн функции они просачиваются во все они просачиваются во все единицы трансляции но поскольку они никогда не экстрен поскольку они никогда не могут торчать наружу а почему они никогда не экстрен гарантии по именам то нет то они могут быть один раз на единице трансляции и это такое исключение из удр для шаблонов она гарантирует что это будет работать классический пример шаблонных функций это мин и макс действительно довольно сложно написать хорошие функции мин и макс на языке си потому что на языке си мы в конце концов заканчиваем тем что мин и макс у нас получаются макросы почему мин и макс макросами это плохо знают все потому что мы можем вызвать мин от x плюс плюс запятая 2 и если это макрос то получить черти что а если эта функция то у нас все хорошо и шаблонные функции на втором курсе я привожу как классический пример превосходства c++ над c тест некоторых их свойств тест мин макс это тоже шаблонная функция которая вызывает шаблонные функции мин и макс и тестирует что мин от x y это x и макс от x y это y причем написать такие функции мин и макс которые для всех типов t проходили бы этот тест это не так уж тривиально я очень рекомендую алекса степанова в началах программирования есть целая глава которая посвящена устойчивости типов относительно операции потому что иногда вот эти штуки работают очень странным образом если здесь перепутать что такое больше что такое меньше или равно мы до сих пор все примеры которые я показывал мы зачем-то явно указывали типы это не была ошибка dance power ansaint мин т но неужели компилятор не может сам догадаться в 1998 году кто помнит компилятор уже умел о таком догадываться или еще нет так вот даже в девяносто восьмом году вывод типов шаблонами работал вот эти вещи на самом деле можно не указывать потому что шаблоны выводят типы но действительно вы вызываете мин мин это шаблонная функция у нее ты выводится из аргумента x y типа t какого она еще может быть типа конечно только ты поэтому давайте поговорим про вывод типов шаблонами функций а индекс это макс от 1 и 2 выводит пакса тынт макс от int int это то как это работает это превосходно я думаю это более все знают более-менее все знают более менее все забывают что при выводе режутся ссылки и режутся внешние cv квалификатор смотрите если у нас есть constant reference а тогда при выводе ее шаблон нам происходит нечто удивительное у нас выводится int макс от int int мы очень подробно поговорим об этом через две лекции когда буду рассказывать о выводе типов вообще в том числе выводе типов в одиннадцатом стандарте в 98 стандарте не было ничего кроме вывода типов шаблонами функций кто как думает а почему вообще вот так с чем связано такое странное решение чем чем руководствовались проектировщики языка когда говорили а давайте мы срежем констрев давайте сделаем инстанциацию вот этого это этот тип у даже не похож на int у него даже размер другой в общем случае у него другие свойства секундочку это ссылка я вообще нельзя перевязывать тем менее проектировщики языка говорят да ладно да ладно это int почему это как какой какой рейшин кто как думает рейшинал мы абсолютно простой просто думаете что вы думаете об эффективности да спасибо же чтобы не плодить инстанцирование конечно если бы мы не резали типы мы тонули бы в инстанцирование подумайте инстанцирование для им слева и constant ref справа in справа и constant ref слева а так мы для чего бы мы не выводили тип мы выводим какой-то минимальный знаменатель и сходимся к нему и это работает потому что действительно с точки зрения функции когда constant ref передается туда как рвелью она ведет себя как и это значение которое мы там не модифицируем мы там используем но она и ведет себя как и вывод не работает если он неоднозначен мы говорим дуэнс power x 2m x это он сайт 2 это сайт во что выводить т то есть ты здесь мы хотим вывести вон сайт здесь мы хотим сайт мы не знаем во что вывести неоднозначность если int а и float b то max а b мы тоже не знаем во что вывести потому что у макс два параметра типа т они должны совпадать не должен быть один тот же тип т компилятор мог бы решить что нужно все привести к float потому что float же лучше но к сожалению нет это тривиально не так если рассмотреть например float и on sound long long до вот лучше но float не вмещает всех значений on sound long long конца нет вам компания вмещает все значение float да и случае с им том кстати вмещает ли float все значения int нет вот не вмещает все значения просто потому что у них одинаковая ширина на float вмещает еще какие-то значения типы выводятся два раза первый раз time deduction производится до type substitution и второй раз она производится после type substitution до подстановки типов типы выводятся вот здесь вот здесь мы еще не подставили но уже как бы выводит точка вывода где можно разрешить только после подстановки до подстановки мы выводим сразу до подстановки в некоторых случаях мы уточняем тип указателем или ссылкой или cv квалификатором и вот если мы в шаблонной функции уточнили тип вот тогда соображение минимизации инстанцирования идут боком потому что потому что мы уточнили тип мы сказали у нас тут не просто т у нас тут конкретно конст т-референс и поэтому если мы делаем макс от 1 3 то это int и здесь constant референс но если мы делаем constant референс а и вызываем здесь ты референс вызываем фуат а то константность будет сохранена у нас получится конст интер референс x поэтому каждый раз когда вы пишете шаблонную функцию самые лучшие писатели шаблонных функций такие как господин я сьютис которую я вам рекламировал на прошлой лекции рекомендуют всегда писать их без уточнений потому что если вы захотите давайте я отмотаю два слайда назад если вы захотите в макс от т и т передать вот здесь чтобы вывелось как constant реф то что вы сделаете у вас есть возможность это сделать нет вы сделаете студ сериев да вы сделаете студ сериев от а вы приведете ее константной ссылке передадите и никто ничего не порежет потому что ты это что угодно ты то есть очень рекомендуют писать вот так и дальше уже в точке вызова решать что такое т когда вы пишете вот так вы говорите компилятору что вы умный если вы умный то компилятор это учтет при дальнейшей выдаче сообщений об ошибках в том числе компиляторы любят умных пользователей многие люди не понимают насколько был крут особенно для 98 года вывод типов шаблонами функции вот у нас есть int bar от int вот мы передаем это бар фу а фу берет указатель на функцию которая берет т и возвращает т и вау у нас выводится т обратите внимание т выводится в int из вот этой функции мы понимаем что ты это int и все разы когда ты будет упоминаться в этой функции это будет начать int при этом даже параметры являющиеся константами могут быть выведены например у нас есть шаблон параметризованный не только типом но и int он мы скоро поговорим о таких шаблонах я понимаю что с непривычки на него сложно смотреть а у нас будет много таких шаблонов такие шаблоны возможны и мы передаем туда ты конст риф от n что это такое кто прочитает мне этот тип кто умеет читать сидеку кто не разучился антон правильно ссылка на массив из n элементов типа т конст мы передаем туда 123 и вау нам вывела и и нам вывела три мы можем вывести 3 на лекции запомните этот трюк на лекции по выводу типов он нам понадобится на нем будет основана очень интересная техника майерса мы можем частично вывести типы например у нас есть из двух параметров dst src dst это возвращаемое значение разумеется мы не можем вывести тип из возвращаемого значения то есть вот этот implicit cast от минус один он не может взять и понять ага я должен возвращать double поэтому так нельзя но во первых мы можем просто указать эти типы оба double а во вторых мы можем указать один дабл а второй вывести из параметра это тоже очень классная вещь в выводе в выводе шаблонами потому что это говорит нам о том в каком в каком порядке когда мы проектируем шаблонную функцию располагать шаблонные аргументы мы располагаем шаблонные аргументы в таком порядке в каком мы их будем наоборот опускать то есть если мы хотим оставить один аргумент это должен должен быть тот аргумент который не может быть выведен то есть если бы мы здесь расположили эти аргументы по другому то мы бы не могли дропнуть первым а так мы его можем дропнуть поэтому это подсказывает нам как писать шаблоны функции и действительно когда у вас есть шаблон возвращаемых значения вы всегда пишите его первым если шаблоны так мощны давайте их используем для того чтобы вывести тип войт смотрите у нас есть функция ст она этот x внутри допустим никак не использует всегда возвращает 42 а представьте что вы сидите в комитете вам приносит и говорят но смотрите мы вызвали ее без аргументов значит это войт значит это войт и она возвращает 42 подумайте вы бы такое разрешили давайте давайте проголосуем кто за то чтобы ввести это стандарт кто против сейчас будем снять почему против вячеслав почему против не не интуитивно а все что я до этого говорил было интуитивно никита говорит шаблон в явном виде содержит аргумент правильно мы взяли фототецепицу без аргумента да такое чувство что это создаст нам проблемы на каком уровне это сам проблема на уровне синтаксического разбора это не соответствует просто грамматики языка и да это нельзя спасибо а у нас есть tricky part у нас есть параметры по умолчанию и вы не представляете сколько людей считает что параметры по умолчанию участвуют в выводе типа так вот они не участвуют если мы вызываем фу здесь это грамматики не противоречит мы вызываем фу без аргументов потому что это можно сделать у нас есть параметр по умолчанию тем менее тип дабл выведен не будет потому что параметры по умолчанию никогда ни при каких обстоятельствах не рассматриваются для участия в выводе типов этому есть жесткие причины а тем менее ситуацию можно исправить можно переписать этот код так чтобы он вывел тип дабл при таком вызове как это сделать трюк не так уж сложен можно догадаться кто уже догадаться где здесь до указать параметр шаблона по умолчанию и тогда отлично это не будет вывод типов это будет подстановка по умолчанию вывод все так же не сработает мы ничего не нарушили шаблоны параметры по умолчанию все так же не участвуют в выводе но мы сделали подстановку хорошо есть одна проблема которая на этом этапе на этапе темного и мрачного 98 года очень сложно разрешимо который я призываю вас на досуге подумать и даже порекомендую литературу в 2001 году андрея александреску занялся проблемой гетерогенного максимума а конкретно если у нас есть максимум от ты и у то что написать здесь сейчас мы знаем что написать здесь нет тут тут и не это худшее из того что можно написать здесь а вот но тогда мы не знали что нет тут вариант это еще хуже чем студене я не знаю как можно идти по нарастающей плохих вариантов вот звездочка да если мы напишем здесь вот звездочка это просто не скомпилируется если конечно ты или у не будут будет звездочкой а дело в том что здесь очень сложно что-то придумать в девяносто восьмом году особенно потому что мы не знаем что нам вернется ты или у если это это in the u это double а если ты это студ вектор а у это double и я очень рекомендую во первых попробовать это на досуге самому а во вторых почитать известную статью господина александреску где он после того как он попробовал много вариантов он там находит очень красивое решение с помощью type trade о которых мы говорили на прошлой лекции он 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 говорит там следующую сентенцию он говорит мы сейчас в 2000 году живем в эпоху когда для такой простой проблемы как гетерогенный максимум у нас нет промышленных языках не в одном нормальных механизмов решений нам нужно либо ресортить не к динамическим языкам типа python который тогда уже существовал но как и сейчас не рассматривался при серьезном программировании либо идти на и специфические языки типа того же lespa например но вообще говоря он про он да дальше он прозревает когда-нибудь мы решим эту проблему и вот наше время 2000-е годы будут вспоминать как время поиска этого решения я из уважения к андрею александреску сейчас вспоминаю это время как время поиска этого решения о самом решении мы поговорим где-то через две лекции правильно конечно тут написать что out спасибо или не out а хорошо а давайте поговорим про перегрузку титус винтерс по моему из гугла не уверен он говорил так в докладе на сиппиконе каком-то он говорил так функция не является строительным блоком функция не является атомом функция является протоном атомом является overloading set все пласт пласт функции могут быть перегружен это функции извиняюсь что-то далеко промоталось так одно и то же имя может соответствовать многим сигнатурам у нас есть иску рт для дабл у нас есть иску рт для лонг дабл это кстати в симас кто-нибудь помнит как это выглядит масс точка h в языке си вот эти три функции да в языке си они выглядят как с qrt f с qrt и с qrt l правильно то есть в языке си приходится обанглировать их ручками потому что у нас нет перегрузки а почему у нас нет перегрузки в языке си по тем же причинам по которым то нельзя вести шаблон слишком строгие гарантийные имена а в языке си пласт пласт у нас есть перегрузка и функции могут быть перегружены но перегрузка может создавать неоднозначности например мы вызываем с qrt от единицы что мы имели в виду непонятно что мы имели может быть мы имели в виду flow может быть дал здесь нас будут проблемы функции не перегружается по квалификатору многие пытаются очень удивляются когда не получается исключением является cv квалификатор внешнего типа перегрузить по int ref и const int ref можно или по чар указатель и const чар указатель потому что это разные вещи а перегрузить по int и const нельзя перегрузить по чар указатель и чар указатель const тоже нельзя а по чар указатель и чар const указатель вот как здесь можно и к сожалению шаблоны функции также как функции можно перегружать и вот это интересно потому что шаблоны функции могут также перегружаться вместе с функцией одна из самых интересных глав стандарта это глава которая называется оверлоудинг да кто внял кто внял моему предложению на прошлой лекции скачал себе стандарт c++ и пробежался по оглавлению пожалуйста делайте что я говорю в таких простых вещах а я долго думал как человеку который вот только 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 еще не скачал стандарт только собирается уже нашел ссылку бесплатно без sms а объяснить нет не в ужасных терминах которые там приведены а как говорится in layman terms объяснить как работают перегрузки я придумал три простых правила для обычных функций они на этом слайде и три простых правила для шаблонов давайте разберем три моих правила для простых функций первое правило очень простое идеальное совпадение всегда выигрывает я могу сейчас соврать что я люблю на экзамене спрашивать эти правила наизусть нет я не спрашивайте правил а идеаль но знать их наизусть от этого хуже не становится потому что если вы знаете эти простые правила вы в 90 процентах случаев не запутаетесь с перегрузкой идеальное совпадение всегда выигрывает один это литерал типа int что такое литералы мы говорили в прошлый раз один это литерал типа int значит он идеально совпадает с функцией номер один она и выводится идеальным совпадением может быть идеальное совпадение с правильно квалифицированной ссылкой правильного типа совпадение 1 с constant reference это идеальное совпадение обычная левая ссылка int reference это тоже идеальное совпадение смотрите вот единицы идеально совпадает с 2 потому что единица это что-то вроде constant reference фу от y идеально совпадает с 1 потому что y это что-то вроде int reference вот на самом деле в этом примере как бы спрессована наша будущая лекция по r-value references вот в этих четырех строчках она вся только надо к ним дописать еще две мы могут этот пример очень сильно развернем слайдов этак на 60 будущем два идеальных совпадения это конфликт 1 это идеальное совпадение и symptom из constant reference мы не можем выбрать одно из двух идеальных совпадений все стандартные преобразования созданы равными смотрите один может быть стандартно down кащен к чару и стандартно об кащен клонгу и то и другое имеет одинаковый приоритет любое стандартное преобразование одноранговое но любое стандартное преобразование выигрывает у пользовательского преобразования все видят что майкласс может быть не может быть не явно создан из инта то есть у нас есть пользовательское приведение от инк майкласс все видят да потому что у майкласс есть такой конструктор если конструктор не explicit он определяет не явное преобразование типа так вот здесь чар выигрывает майкласс потому что чар это стандартное преобразование а майкласс это пользовательское преобразование и так идеальное совпадение выигрывает у всех стандартные преобразования одинаковые всегда выигрывают у пользовательских 3 3 правила троеточие проигрывают почти всему если у нас есть функция с 3 точие все знаешь такую функция с 3 точие этого ворарке например как у нас устроен print почему принтов может брать сколько угодно аргументов. Кто из вас не знает, что такое в языке C варарге, у меня есть лекции для первого курса. Там это есть на слайдах. Я скину. Функция варарг, они нам еще, кстати, пригодятся неоднократно на этом курсе, поэтому очень рекомендую разобраться, кто забыл. Я понимаю, это такая боль, что это сразу забывается. Тем не менее, они и даже в C++ они находят несколько удивительных применений. И главное, за счет чего они находят, это за счет того, что выверло от резолюши них поставили в самый низ. А варарги выигрывают только у неправильно сбинженных ссылок. Интереев здесь все равно не жилец, но она выиграет, если никого кроме нее не будет. Тем не менее, варарг у нее выигрывает. Это три простых правила для обычных функций. Теперь три простых правила для шаблонов функций. Прежде чем три простых правила для шаблонов функций, да, перегрузки можно запрещать. Мы говорим, у нас есть перегрузка для int и явно запрещена перегрузка для bull. В этом случае for true это не преобразование к int, это ошибка компиляции, потому что у нас есть идеальное совпадение, но оно явно запрещено. Три простых правила для шаблонов. Первое правило. Точно подходящая функция всегда выигрывает у шаблона. Всегда. Если у нас есть шаблон, у нас шаблон, вот такой шаблон, он точно подходит ко всему, да. Этот шаблон точно подходит к int, он точно подходит к double, он точно подходит к вектору. Но если у нас кроме шаблона есть точно подходящая функция, она выиграет. Можно явно указать, что мы хотим, чтобы выиграл шаблон. Для этого мы говорим, мы хотим, чтобы выиграл шаблон выведя нам, пожалуйста, тип. Или мы хотим, чтобы выиграл шаблон конкретным, с конкретным типом int. Стандартные преобразования шаблону проиграют. Например, у нас есть стандартное преобразование double to int. И у нас есть точно подходящий к даблу шаблон. Выиграет шаблон. Иногда выигрыш шаблонов дает то, что я называю пировой победой. Все понимают, что происходит в этом коде. Давайте я расскажу. У нас есть мин от трех аргументов a, b и c, который реализован через минимум от минимума от a, b и c. Правильно? Логично. Так мин и должен быть устроен. У нас есть double a, b, c и double m это мин от a, b, c. И, казалось бы, m должен быть 1.0. Правильно? Ну, правильно. m это 1.0. Кто-нибудь видит здесь проблему, связанную именно с выигрышем точной функции у шаблона? Давайте я покажу вам проблему, а потом вы скажете, видите ли вы ее в коде. Секундочку. У меня есть pyr cc, g++, отключим ворнинги, а то компиляторы сейчас слишком умные. Скомпилировалось, смотрите. Я покажу, что это тот же самый код у волшебника Сулеймана. Все по-честному, без обмана. 1, 2, 3. Минимум. Минимум от минимума. Double. Reference. Запускаем. Ой. Тут человек приходит и говорит, наверное, виноват компилятор. Я же написал правильный код, говорит человек. У тебя неправильный компилятор. Он скомпилировал мне этот код так, что там появился segfold. Как там вообще мог появиться segfold, говорит мне человек. Это, кстати, взято из реального опыта. Человек именно с таким и подходил. Как вообще мог появиться segfold? Ну, я немножко минимизировал пример. Там было 600 тысяч строк. Как вообще мог появиться segfold, говорит человек, если я даже ни разу не разыменовал указатель? Что не так? Нет. Эта функция выиграла вот здесь. Разумеется, она не выигрывает здесь. Ну что вы. Если я вставлю тут printf, этот printf отработает. Еще варианты? Да. Спасибо. Смотрите, что происходит. Происходит первопобеда, как и написано здесь. Был такой полководец, ганнибальский полководец Пир, который одну за другой одерживал блестящие победы над римлянами. Где-то после третьей у него просто не осталось армии. Так вот. Здесь передаются три референса. Так. Консдабл реф. Консдабл реф является идеальным совпадением с дабл. Однако здесь возвращается временное значение. Здесь возвращается byValue. Временное значение, которое живет до конца полного выражения. И которое подставляется здесь в эту функцию min, в которую идут два референса. У нас получается разыменование ссылки на временное выражение. Разыменование ссылки на временное выражение. В данном случае, если мы переставим один и два местами, то у нас все станет хорошо. Потому что тогда... А нет, один и три местами. У нас все станет хорошо, потому что тогда побеждает С, и оно возвращается by reference, как и должно. Но если у нас это выражение оказывается больше, то выигрывает оно. И выигрывает оно. Это один ноль. Но это временный один ноль. И мы опять его возвращаем на уже ссылку на него. А он живет до конца вот этого выражения. Он живет до этой точки с запятой. Мы вернули его из функции. Ды-ды-ш. Добро пожаловать в замечательный мир сегментейшн-фалток. Нужно очень хорошо знать мнемонические правила и очень аккуратно строить оверло-адет-сеты. Особенно это касается, где люди чаще всего ошибаются. На лекции по R-value-референсам я это еще раз скажу, но я это и сейчас скажу. Люди чаще всего ошибаются, когда они пишут оверло-адет-сеты для конструкторов копирования и перемещения. Вот там начинается ад. Кстати, кто из вас попробовал написать конструктор копирования, что я просил на прошлой лекции, на строки? У вас получилось? А почему вы не выслали его мне на e-mail? Я бы посмотрел. У меня же есть e-mail. А если вы что-то сделали, что я попросил сделать на лекции, и вы не уверены, что все хорошо, то можно мне высылать. Я очень люблю, когда мне высылают такие вещи. Да. Конец полного выражения это из грамматики. Если что-то живет до конца полного выражения, оно грамматически живет до конца полного выражения. А на других компиляторах разименование константной ссылки может... Да. Значит, дальше. Более специальный шаблон всегда выигрывает умение специального. Если у нас есть int 3 звездочки a, и мы вызываем f от a, f от a подходит сюда, тогда t это int 3 звездочки. Оно подходит сюда, тогда t это int 2 звездочки. Оно подходит сюда, тогда t это int звездочка. Оно подходит сюда, тогда t это int. Этот шаблон является наиболее специальным. Его тип наиболее точен. Наиболее специальный шаблон всегда выигрывает умение специальных шаблонов. Все понимают, почему здесь выводится 2. Потому что мы явно указали отожрать две звездочки на t. Хорошо. И, наконец, меньшее количество параметров выигрывает против большего. За исключением тех случаев, когда это конфликтует с предыдущим правилом. То есть правила находятся по степени их применения. Смотрите, если у нас есть t1 и t2, и у нас есть один параметр t, t и t звездочка, у нас есть double t и s, мы передаем t и адрес s, то здесь у нас один шаблонный параметр, а здесь два. Меньшее количество шаблонных параметров выиграет против большего. За исключением тех случаев, когда это конфликтует с предыдущим правилом. Когда у нас большее количество шаблонных параметров, но более специальный тип. Тогда у нас конфликт. Потому что тогда у нас конфликт между правилом 2 и правилом 3. Это начинает искрить, компилятор ругается. Вы опять сидите в комитете. Когда читаешь лекции магистрантам, всегда есть надежда, что кто-нибудь из вас когда-нибудь будет сидеть в комитете. Типа, я не сижу, так вы будете. А вы сидите в комитете и вам приносят пример. Есть бар, у которого есть закрытая функция fu от int и открытая функция fu от char. И вызывается fu от единицы. Как по-вашему, это должна быть ошибка компиляции или это должен быть вызов паблик функции с пользовательским преобразованием? Кто за то, что это должна быть ошибка компиляции? Давайте я посчитаю голоса. Раз, два, три, еще кто? Четыре. Четыре. Кто за то, что это должен быть вызов пользовательской функции? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Победил вызов паблик функции. Стандарт это, конечно же, ошибка компиляции. Это обычное дело, когда я устраиваю такие голосования. Стандарт всегда побеждает здравый смысл. То есть, правильный способ это подумать, как вы бы сделали, и проголосуйте наоборот. Аргументировать можно оба решения, но когда мы вызываем fu от int, мы ожидаем, что у нас будет вызван fu от int. Не так ли? До некоторой степени вполне естественно сначала разрешить оверлоат, а потом проверить доступ. Те из вас, кто проголосовал за то, чтобы тут было преобразование, подумайте секундочку, на что вы себя обрекаете. Если мы исключим из оверлоатинга сета все те функции, которые недоступны из-за проблем с доступом, а потом в процессе развития и поддержки программы кто-нибудь вынесет одну из этих функций в паблик-часть, то есть, что будет с вашей программой, когда в паблик-части оверлоат начнет выигрывать совсем другая функция. Чтобы такого не было, конечно же, должна сначала разрешаться перегрузка, ну а с другой стороны можно аргументировать и наоборот. То есть, я просто аргументирую в одну сторону, я могу так же уверенно аргументировать в другую. Давайте разберем пример с прошлой лекции, который, я надеюсь, конечно, все вы сделали. Была поставлена задача написать оператор равно-равно для basic string. И есть один из простых вариантов решения. То, что вы могли сделать, не задумываясь. Вы могли сказать, у нас есть chart-trades-alloc. Это немножко упрощено, потому что тут посложнее типы. Ну ладно. У нас есть chart-trades-alloc, и у нас есть оператор равно, который действует только в тех случаях, если у нас все совпадает. Самый простой случай, оператор равно-равно. Если у нас разные трейцы или разные аллокаторы, мы даже не пытаемся сравнивать. Ну, особенно разные аллокаторы. Сравнивать в разной памяти. Добро пожаловать в сикл. Значит, и что мы имеем? Мы говорим lhs.compare.rhs равно 0, и возвращаем true или false. Я говорю, этот вариант очень плох. Он очень часто приведет нас к куче лишнего оверхеда. В каких случаях? Простые. В случаях, когда вы сравниваете, например, hello с str, тут создастся лишняя копия hello. Именно поэтому оператор равно-равно всегда объявляется, во-первых, как и любой бинарный оператор вне класса. Да, для тех, кто не был на моем втором курсе, мы никогда, никогда не заводим бинарные операторы внутри класса. Внутри класса мы можем написать плюс-равно, но оператор плюс у нас всегда вне класса. Оператор равно-равно это бинарный оператор, поэтому он всегда вне класса. Он вне класса, чтобы мы могли сделать к нему оверло от сет. Еще раз, кирпич конструирования это не функция. Кирпич конструирования это множество перегруженных функций. Вот оно. Вот это более-менее корректная реализация, между прочим, из либо стадеси++. У нас есть оператор равно-равно от двух basic string. У нас есть перегрузка от const char указателя первого аргумента и перегрузка от const char указателя второго аргумента. Я немножко упростил оверло от сет из стандартной библиотеки. Можете заглянуть в либо стадеси++, если вам интересно, как это там на самом деле выглядит. Немножко поговорим про пространствовых имен. Я в прошлый раз сказал, что я предполагаю, что вы все знаете о пространствах имен. Но шаблоны функций, в частности, и шаблоны вообще, обобщенное программирование, когда оно работает с пространством имен, оно вносит свои коррективы. Во-первых, конечно, мы не хотим, чтобы у нас было как в C, и пространства имен нам нужны. Потому что в C все пространства имен принадлежат глобальному пространству имен. Поэтому, если мы хотим сделать нашу библиотеку, мы делаем кривое ручное моделирование имени и делаем zlip open. Хотя на самом деле мы хотели бы сделать так. Namespace zlip int open. Вся стандартная библиотека живет в студ. Правильный hello world. Удивительно правильный студ printf. Потрясающе. Но я сейчас поясню, почему я написал тут printf. Потому что проблемы возникают именно в тот момент, когда мы от printf уходим. Смотрите. Оператор два клювика. Оператор два клювика может, в принципе, находиться в любом пространстве имен. Вы можете завести свое пространство имену, там у вашего класса, сделать ваш оператор два клювика. Студ сиаут два клювика hello. Зависит от реализации. В некоторых реализациях оператор два клювика это метод сиаута. Ошибки в этом нет. В некоторых реализациях оператор два клювика это стендалон оператор. Ошибки в этом нет. Ограничимся теми реализациями, где это стендалон оператор. Тогда он должен работать так. Оператор два клювика студ сиаут hello. Но чтобы это работало, у нас должен быть студ оператор два клювика. Как указать namespace на операторе? Люди столкнулись с этим довольно давно. Я, в общем, это, по-моему, даже детям объяснял когда-то. Но, я думаю, все перезабыли. Поэтому еще раз. У кого есть идеи? Как здесь понять, что нужно вызвать студ оператор два клювика? Через using, Максим. И представь, что у нас через using заведено 20 операторов два клювика. Из них 19 из ненужных пространств имен и один из нужного. Как здесь понять какой? А как здесь разрешить оверлоад, по сути, между пространствами имен? Все очень просто, по типам аргументов. Эндрю Кёнинг, автор, кстати, одной из неплохих начального уровня книг по C++, предложил решение, которое с тех пор названо его именем, поиск Кёнинга. Компилятор ищет имя функции из текущего и охватывающего пространства имен. Если оно не найдено, он ищет имя функции в пространствах имен аргументов. Смотрите, у нас есть f от а, и f от а нигде здесь нет. Поэтому мы говорим, ага, но у нее есть аргумент. Аргумент из namespace-а n. Аргумент из namespace-а n. Поищем-ка в n f от а. А вот она. Это приводит к интересным проблемам. Все видят, что произошло? Компилятор все-таки сначала... Да, будет ли здесь ошибка в компиляции? Нет, не будет. Нет, нет, не будет. Это простое конструирование инта, да. А компилятор все-таки сначала ищет в текущем и охватывающем пространстве имен. Потом он идет заглядывать в пространство имен аргументов. Для оператора два клювика это работает потрясающе. В более сложных случаях может вызывать сложные интересные баги. Так вот, почему я начал вообще про это рассказывать? Это тривиальные вещи из 98-го года. Поиск Кёнига очень смешно ломается на шаблонах. А он смешно ломается на шаблонах на уровне грамматики. Вот смотрите. Поиск Кёнига, не так ли? Мы не знаем, что такое f. Мы не знаем, что такое f, да? Мы не можем его найти нигде. И поэтому мы его ищем в пространстве имен аргумента. Аргумент в пространстве имен n. А вот оно f. Мы его нашли и инстанцировали. Ничего подобного. Это будет ошибка компиляции. Причем это будет очень странная ошибка компиляции. Кто-нибудь знает, что здесь на самом деле написано? Это особенность грамматики языка. Дима кивает головой. Дима, что здесь на самом деле написано? Да. Здесь написан оператор меньше. Компилятор, конечно, не знает, что такое f. Но компилятор также не знает, что f это вообще шаблон функции. И поэтому он считает, что это оператор меньше. А поскольку имя не введено в как имя шаблонной функции, компилятор предполагает, что это переменная. Потому что компилятор предполагает переменную каждый раз, когда он может предположить переменную. Для того, чтобы поиск Кёнига корректно работал с шаблонами, мы можем завести любую, любой шаблон, неважно с каким параметром функции f. Обратите внимание, это вообще не имеет ничего общего с этим. Но теперь компилятор знает, что f шаблонная функция. Он ищет ее здесь, она не подходит. Окей. Значит, он ищет ее в пространстве имен аргументов. И вот тут-то она подходит. Вот тут-то он ее и нашел. Обычно тоже это людям немножко ломает голову. К сожалению, вот смотрите, язык C++, он как устроен. В нем есть пять основных частей. Это базовый C++, объектно-ориентированный C++, шаблонный C++, стандартная библиотека и многопоточный C++. И пока все эти части живут по отдельности, они живут очень хорошо. Однако, как только мы начинаем их немножко скрещивать, они начинают искрить по границам интерфейса. Сильнее всего искрит ОП с шаблонами. Например, все из вас помнят, почему, если у вас есть паблик-шаблонный метод в классе, то у вас сразу нарушены все ин-варианты класса. Мы поговорим об этом, мы, может быть, поговорим об этом в следующий раз. Сейчас небольшой обзор литературы, и у нас остается немножко времени на один очень интересный пример. Но прежде чем пример, небольшой обзор литературы. Первые два пункта вы понимаете. Дальше, собственно, Алекс Степанов. Начало программирования. Элементсов программинг. Взято с книжки Элементс Евклида. Начало. Дальше, From Mathematics to Generic Programming. Вот это, это научпоп. Очень полезная книжка, которую я буду вам рекомендовать в списке литературы еще долго, где-то до конца курса. Вандерворд и Сьютис Грегор, C++ Templates. Это книжка, которую я, когда она вышла в 2017 году, а я к тому времени уже несколько лет читал этот курс, я взял эту книжку, я начал ее читать, и я понял, что мне нужна бумажка. И каждый раз, когда я, что так тоже можно, или вау, а я вот этого раньше не понимал, я выписывал это на бумажку. Я исписал 6 листов. В процессе чтения этой книжки. Хотя я, в общем, чего-то знаю. Очень рекомендую. Очень классная книжка. А для тех, кому мало этой моей лекции, есть лекции Стефана Т. Лававея, где он где-то за 6 часов на Ютубе рассматривает более-менее то же самое, но с гораздо большим уровнем деталей и гораздо большей проработкой в то, как она вообще работает с namespace, с оверлодингом. Лававей – это человек, который в Майкрософте пишет стандартную библиотеку для Visual Studio. Тоже очень рекомендую. И, наконец, та самая статья Андрея Александровского, которую я обещал. Теперь небольшой секретный уровень, потому что я специально гнал чуть быстрее, и я сэкономил нам 12 минут времени на секретную. Нам и нужно-то всего 5. Во-первых, шаблоны – это штука 4х4. Мы сегодня побывали в одной из 16 ячеек. У нас могут быть вещи, которые могут быть параметризованы, и есть вещи, которые могут являться параметрами. Сегодня мы разбирали функции, параметрами которых являются типы. И чуточку заглянули сюда. Но у нас есть, как видите, еще целый мир. Так вот, управление инстанцированием. Управление инстанцированием – это такая интересная демо, что я, пожалуй, сейчас его даже покажу. Собственно, ради него я немножко сегодня гнал. Секундочку. Research, CPP… А, нет, не здесь. А, не здесь, не здесь. Да, так. Как же я его не открыл-то заранее. Research, CPP lectures, CPP code. И, соответственно, функция templates. Вот. Значит, давайте посмотрим. Давайте сначала посмотрим на базовый пример. Итак, у нас есть… Вот еще main.cc. А, нет. Надо control зажимать. Все время забываю, что надо зажимать. Так, сейчас я немножко сделаю шрифт побольше. Preferences. Fonds. А вот здесь, видите, через preferences.fonds. И только тут кнопочка плюс. Никогда не угадаешь. О, теперь все видно. Так вот, у нас все очень просто. У нас есть функция main, которая включает max.hpp, где max определяет шаблон max. И две функции, foo и bar. В maxuser.cc определена foo, где используется max.atint. И в maxuser.2 определена bar, где используется max.atint. Очень простая городушка. Все понимают. Три файла с кодом. Один файл-заголовочник, где определен, собственно, шаблон максимум. Давайте это все откомпилируем. Как мы это будем откомпилировать? Мы откомпилируем g++ maxuser1cc в минус c, g++ maxuser2c в минус c, и дальше g++ mainc, maxuser1o, maxuser2o. Все нормально откомпилировалось. Проблема вот в чем. Давайте посмотрим upshdump'ом maxuser1o. В maxuser1, например, gs его скинем. Что мы здесь видим? Мы здесь видим инстанцирование шаблона. Видите, функция foo. И вот мы видим дальше инстанцирование шаблона. Вот функция max. Вот функция max. Вот она вкомпилирована в его исходный код. В maxuser1o лежит функция max, потому что она была инстанцирована, и в этой же единице трансляции оказалась. Дальше. Мы смотрим в maxuser2.dys, и что мы там увидим? Мы там увидим то же самое. Здесь опять лежит функция max. Представьте, что там лежит не одна маленькая скромная функция max. Представьте, что там лежит 400 функций, которые являются все... И этих модулей много. А дальше все эти модули собраны специальной утилитой r в одну библиотеку. В этой библиотеке сколько будет экземпляров этой функции? Столько, сколько модулей. Умножить на 400, потому что еще раз речь идет, например, о 400 функциях. Мы хотим раздельную компиляцию, то есть компиляцию до объектников, потому что мы не хотим лишний раз гонять компилятор. C++ компиляторы из-за шаблонов и прочего иногда медленно работают. Особенно если много буста. Мы очень хотим как можно больше вещей предсобрать до объектников и хранить как собранные объектники. К сожалению, из-за инстанцирования шаблонов мы часто теряем место. Теперь мы идем в папочку 1 и смотрим превосходное решение этой проблемы. Давайте я вам его покажу. Да, конечно, это решение сейчас будет плохое, а потом мы придем к хорошему. Так вот, что мы видим в папочке 1? Тут тоже есть main.cc. Все то же самое. Точно такой же max.hpp. Только мы говорим, в max.user.1.cc мы его просто используем, а в max.user.2.cc мы говорим, а здесь его, пожалуйста, не инстанцировать. мы говорим, он у нас уже где-то инстанцирован. Нам есть откуда его вызвать. Заблокируй, пожалуйста, его инстанцирование здесь. Вот этот странный синтаксис, extern.template, нужен для того, чтобы блокировать инстанцирование. Давайте посмотрим, как это будет теперь выглядеть в папочке 1. Все то же самое. g++, max.user.i2, max.user.i1. А теперь то же самое. Мы собираем main с ними. Все хорошо. Linker нигде не выругался. Зато, если мы посмотрим disassembler, если мы посмотрим disassembler, то мы увидим, что в max.user.1.dis, там, где мы не заблокировали инстанцирование, она есть. Видите? Вот она. А в max.user.i2, там, где мы заблокировали инстанцирование, ее нет. Здесь только бар. Таким образом, мы не храним много лишнего кода за счет того, что мы где нужно заблокировали инстанцирование. И во всем этом коде есть только одна проблема. Кто скажет, какая? Да! Нет ничего особенного в файле max.user.i2.cc. Наше решение, оно какое-то косое в том смысле, что оно вносит в наш код ненужную асимметрию. А как мы выбрали? Почему в 2? Почему не в 1? Нам хочется какое-то решение, которое было бы симметрично. Я предлагаю для симметричного решения заблокировать инстанцирование в обоих. Да, мне тоже. Поэтому я это и предлагаю. А сейчас я покажу, как это сделать. У нас есть папочка 2. Все то же самое. Только теперь у нас появляется еще дополнительный файл max.sc. Теперь мы говорим. У нас есть max.hpp. И в max.hpp мы сразу блокируем инстанцирование везде. Куда бы ни включился max.hpp, никаких инстанцирований там не будет. Нет, а, да, инта. Никих инстанцирований инта там не будет, спасибо. Мы можем заблокировать инстанцирование только для конкретного типа. Инстанцирование дабла, соответственно, будет. Дальше. Мы включаем его в max.user.1. Он тут не инстанцируется. Мы включаем его в max.user.2. Он тут не инстанцируется. И мы включаем его в специальный файл max.hpp и говорим. А здесь, пожалуйста, только инстанцируй. Вот этот синтаксис, template без extern, означает точка инстанцирования. Мы говорим, якорь, точка инстанцирования для этой функции вот тут, пожалуйста. Теперь что мы получили? Мы получили эту функцию, инстанцированную для типа int, которая используется в двух модулях. Инстанцируется в третьем модуле. Именно там, где она должна быть инстанцирована. Этот изящный трюк удивительно много людей не знает. Поэтому я каждый раз о нем рассказываю. Он может сэкономить массу, места на диске и головной боли, потому что в нем есть еще одно превосходное качество. Если вы случайно соберете max.user.1.c. на O0, а max.user.2.c. на O2, какой из вариантов O0 или O2 функции FU возьмет линкер? Да, Максим? Да, линкер возьмет первый попавшийся. Если вы инстанцируете во многих местах, вы теряете детерминированность того, какое же из этих инстанцирований в итоге попадает в линковку. Если вы явно управляете инстанцированием, вы не теряете детерминированность. Таким образом, синтаксис явного запрета – это extern template, и вот это очень часто путают с export template. Export template – это была такая неприятная идея в 1998 году, от нее потом отказались. И явная точка инстанцирования – это template. И эту технику можно очень хорошо использовать для уменьшения размера объектных файлов, в том числе и при инстанцировании тяжелых файлов. По этой технике у кого-нибудь есть вопросы? Если по этой технике вопросов нет, тогда у меня все. А я попрошу магистрантов не расходиться. Сейчас я помолчу минут 10, чтобы можно было отрезать это от видео. Ну, не минут, а секунд. Не прошло. Так вот. Все, все свободны, но магистранты, не расходитесь. Я сейчас вам расскажу, что вы будете делать. Можно. Итак, я каждый год даю своего рода… Сейчас я прекращу запись. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...